Нам говорят, Россия, социальное государство, а власти Москвы проводят социальную политику. Но чем больше об этом говорят и напоминают, тем больше почему-то недовольных, огромное количество вопросов от инвалидов, многодетных, пенсионеров, бюджетников и так далее. Попытаемся во всем разобраться. Здравствуйте, в эфире программа «Абсурды» в студии Александр Векер. У нас в гостях депутат Мосгордумы, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте. Давайте сначала попытаемся сказать, что было в 2013 году. Потому что экономическая ситуация, понятно, она сложная. И пока мы не видим света в конце туннеля. Все это отражается на социальной политике. Хотя нам говорят о том, что и бюджет социально направленный как был, так и остается. Но есть вероятность того, что некоторые статьи будут пересматриваться. Может быть, не сейчас, может быть, в будущем. Но, тем не менее, в 2013 год, как мы прожили, какие самые острые, на ваш взгляд, проблемы были именно в социальной политике? Вы знаете, я, пожалуй, даже не в социальной политике начну, а по изменению в целом федерального законодательства налогового. И 2013 год довольно был тяжелый в части того, что мы в течение этого года потеряли значительное количество налогов, которые были переспределены в федеральный центр. Из бюджета ушло порядка 300 миллиардов рублей. Сами понимаете, что это должно было сказаться серьезнейшим образом на те программы, которые намечены в городе. Но здесь самое главное, может быть, показатель уходящего года, что все эти негативные финансовые изменения не сказались на объем предоставляемых услуг, выполнение социальных программ городских. Ни одно пособие не было отменено или уменьшено, никаких срывов по срокам выплаты. Более того, в прошлом году ряд пособий в этих экономических ситуациях все-таки повысили. У нас существенным образом повысилось, допустим, пособие для детей-сирот. Мы пересмотрели размеры выплаты семьям усыновляющих или взявших опеку над родителями. Мы в прошлом году, в конце года, все-таки приняли решение о повышении пособия на детей малоимущих семей. То есть, может быть, самым главным, что можно сказать по социальной сфере, о том, что наряду с всевозможными серьезными преобразованиями и в медицинской отрасли, и в образовании, я сейчас не берусь оценивать, все ли там было сделано, но сам факт о том, что, по крайней мере, по системе социальной защиты, социальной поддержки, выплат, мы в полном объеме следуем курсу, который определили еще несколько лет назад. Я помню, мы с вами встречались достаточно давно, и это было лет 10 назад, и тогда уже вот эта социальная направленность была четкой, она не менялась вообще никак. Но меня, например, несколько настораживает ситуация именно экономическая. Вот вы говорите, 300 миллиардов, да, фактически вы лишились этих денег, лишились и москвичи этих денег, и Новый город выполняет обязательства, обязательства, которые взяты, и их нужно нести. Меня беспокоят прежде всего четыре составляющие, которые в 2013 году были самыми яркими, на мой взгляд, именно в социальной сфере. Это вот обострение миграционной обстановки, да, мы все помним Бирилева, обострение пенсионной проблематики в связи с тем, что идет пенсионная реформа, и она одобрена в конце 2013 года и Советом Федерации, рост тарифов ЖКХ и рост числа бездомных. Потому что, несмотря на то, что официальная статистика нам не дает точных цифр, но тем не менее мы это ощущаем, мы видим этих людей на улицах в зимнее время. Вот как вы оцените эти четыре составляющие? Ну, начнем с миграционной обстановки. Да, действительно, в Москве в ушедшем году был серьезный всплеск. Но я хотел сказать, что и была, я считаю, что довольно адекватная реакция на эти проценты. Но первое, для того, чтобы нам действительно вести в этом на сегодняшний день наиболее остром вопросе, миграциями, я считаю, что в прошлом году удалось властям города пробить принципиальный момент о том, что сохранение регуляции привлечения иностранных граждан. Понимаете, был период, когда мы вам говорили, что у нас открытые границы, рынок все расставит по своим словам, давайте вот чем больше приедет, тем лучше у нас перспективы демографические. То есть вот принципиальный подход Москвы о том, что необходимо регулировать, причем регулировать жестко. В этой связи сохранены квоты, хотя очень многие предполагали, что квоты будут отменены на иностранных граждан. На 2014 год это около 200 тысяч. Это гораздо меньше, чем было раньше. Это практически сохранено по прошлому году уровня, и это раза в три меньше, чем это было там те же самые 5-7 лет назад. Да, я помню. Но это мы говорим о моментах официальных пребывающих гастарбайтеров. То есть это законные мигранты. Но волнует в большей степени это незаконная миграция. Незаконная миграция, которая не только создает на рынке труда очень непростую атмосферу, а честно говоря, заработную плату демпфирует, позволяет, развращает работодателей, позволяет им не заниматься повышением производительности туда средств, механизации, внедрения, а лучше определенное количество рабов нанять, а потом, если они плохо себя ведут, их и выбросить за пределы своей организации. Там элемент коррупции тоже существует. И вот принципиальный момент, что я считаю, что изменены подходы к этому злому явлению для всех москвичей. Это, ну, первое, это закрытие... То есть вообще миграция злое явление, что ли? Незаконная, да. А, незаконная. Незаконная, нелегальная миграция это зло. Вот это мое твердое убеждение. И, прежде всего, можно, конечно, наказывать работодателей за незаконное использование. Кстати, ведь были пересмотрены в прошлом году штрафы за незаконное использование нелегальной рабочей силы иностранной. Сейчас штраф за каждого нелегала тысяча рублей... Миллион рублей. С юрлиц? С юрлиц миллион рублей. Значит, вот мы посмотрели, ну, во-первых, этими штрафами начали, наконец, и налоговые службы... Пользоваться, да? Да, выставлять. Дело в том, что, когда такие штрафы накладываются на предприятие, то это практически предприятие банкротит. Особенно, если оно небольшое. Конечно. Раз. Второй момент. Сам факт. Мы прекрасно знаем, где сосредоточены эти нелегалы. В какой сфере деятельности, в каком бизнесе. И вот ликвидации, в принципе, возможности этих вещей, она, ну, четко совершенно показала. Мы очень боимся, подчас я, ну, мы москвичи, о том, что вот закроется рынок или закроется какая-то плодовочная база, и все, купить будет негде, цены вырастут, жить невозможно и так далее. Ничего подобного. У нас на сегодняшний день не 90-й год. У нас есть и запасы соответствующие продовольствия, есть, наконец, и предприятия, цивилизованные торговли, которые можно и проверить. То есть просто нужно наводить порядок. Нелегальных мигрантов, ужесточение к работодателям. Кстати, в конце года ведь и правительство Российской Федерации приняло постановление, которое запрещает использование иностранных граждан в сети аптечной. Да, и в торговле. В торговле. Понимаете, казалось, можно сказать. Многие говорят так. А что это первый раз? Мы регулярно, время от времени слышим, что запрещается. Как войдешь на рынок, видишь, кто там торгует и чем занимается. Ну, вот мне очень бы хотелось, чтобы, во-первых, это определенный сигнал отношений и властей страны к этой проблеме. А во-вторых, то, что провозглашено было президентом и об общественном контроле, соединении силовых методов с общественными, с гражданами заинтересованность, я уверен, что дадут в 2014 году свои положительные результаты. Михаил Иванович, мы продолжим с вами разговор сразу после новостей на Фином.ФМ. Мы продолжаем говорить о социальной политике в Москве и ориентируемся уже на 2014 год. Анализируем ситуацию в 2013. Я напомню, что у нас сегодня в студии депутат Мосгордумы, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. Мы обсудили уже миграционную обстановку, которая сложилась в 2013 году после всплеска в Бирюлёво. Ну, а теперь следующая тема – это рост тарифов ЖКХ. Это тоже волнует москвичей. Цены на услуги ЖКХ продолжают ползти вверх, и мы это чувствуем на своем собственном кармане. Тем не менее, есть предпосылки к тому, чтобы каким-то образом именно этот рынок регулировать. Что делает Москва в этом отношении, Михаил Иванович? Удается ли каким-то образом вам найти общий язык с федеральными властями? Потому что тут и федеральные зоны тоже на первом плане. Вы знаете, вы сейчас сказали, что мы чувствуем на своем кошельке рост услуг ЖКХ. Я прекрасно помню начало, ну, по крайней мере, пяти последних лет. И в каждый год 1 января повышались тарифы. На услуги ЖКХ. Кроме последних двух лет. Так вот, я хочу сказать, что наступило 1 января 2014 года. Но повышения никаких тарифов нет. Поэтому пока, что называется, на кошельке они, мягко говоря, должны ощутить другое жители. Второй момент. Значит, мы принципиально знаем, что федеральные власти приняли решение о том, что повышение тарифов на ЖКХ должно быть на 30% ниже, чем инфляция годовая. То есть это, слава богу, что уже норма, которая, ну, заработает, по крайней мере, принятые нормативно-правовые акты с 1 июля однозначно это будет. По Москве в конце 2013 года принципиально принято было решение не повышать тарифы на ЖКХ до ноября 2014 года. Только с 1 ноября будет у нас повышение тарифов на ЖКХ. Но размер будет определен уже где-то летом. Уже определен размер заранее в конце прошлого года. Он будет в среднем составлять 7%. Но это не треть от 6% инфляции. Я по нечему делаю. Я говорю, что на 7% с 1 ноября. То есть на 7% увеличится на 2 месяца из 12. Поэтому естественным образом, поделив это в среднегодовую, получается, что среднегодовое повышение платы за ЖКХ составляет 1,17%. А теперь я говорю, совершенно уверен, что какой бы ни был прекрасный 2014 год, как бы лошадка нас не везла, уверенно. Будь она синяя или зеленая. Но инфляция у нас будет в Москве, да и по России, больше, по крайней мере, 5%. И если взять 1%, ну, 1,2% от 5%, то это даже не 30%. А это четко совершенно позиция, в том числе, и властей города, и выполнение обязательств, которые давались. Давались в том числе и в 2013 году при выборах мэра, к примеру. То же, что мы обсуждали и на заседании в Московской городской думе. При принятии бюджета. Но ведь более того, многие регионы переслили в оплате нас по ЖКХ, и нас на это подталкивали многие годы, на стопроцентную плату жителей. У нас в Москве на 2014 год будет сохранено 80% платят жителей, 20% платят из бюджета города. То есть мы не перешли на стопроцентную плату и не собираемся этого делать. Но все равно рано или поздно нужно будет к этому прийти. Вот давайте не пережать события. Мы однозначно говорим, что мы берем на себя обязательства, и на сегодняшний день 20% того, что стоят услуги ЖКХ для москвичей, платим из общего московского кошелька, из бюджета города. Это принципиальная, опять же, позиция. С тем, чтобы услуги ЖКХ не зачеркивали все позитивное, с чем сталкиваются москвичи. И не давали повод раздувать эту, ну, мы говорим, даже дезинформируем москвичей. Еще есть один нюанс. В федеральном законодательстве есть такая норма. Если жилищно-коммунальные услуги составляют более 22% от дохода семьи, то все, что больше 22%, должны платить... Тоже из городского бюджета. Бомбард, из государственных кошельков. Я не говорю сейчас, какое. В Москве принято решение, и оно, опять же, не пересматривается, что это не 22%, а 10%. То есть берем семейный бюджет, смотрим, чего он составляет. Берем платежечку, которая приходит ежемесячно. Если эта платежка составляет более 10% от дохода бюджета, то человек имеет право на субсидии по оплате ЖКХ, пишет соответствующее заявление, прикладывает документы о доходе, и получает субсидии на ту сумму, которая превышает эти 10% дохода. Это так называемые социально незащищенные слои населения. К ним относятся не только те, которые 10% не добирают, но и те же пенсионеры. Вот это другая история. Это еще плюс к этому у нас действительно большая категория людей имеют льготы в связи от того, что они к льготным категориям, либо федеральным, либо московским отнесены. Кто это? Ну, конечно же, это участники Великой Отечественной войны, или инвалиды, допустим, той же самой войны. Это и чернобыльцы, это и просто инвалиды, это многодетные семьи, это одинокие, воспитывающие детей. Мамы, прежде всего. То есть всего у нас 46 вот таких категорий социально незащищенных. Одинокие папы есть? Мы, кстати, в прошлом году перешли на такую форму. Мы сейчас говорим, что это семья, состоящая из одного родителя и воспитывающих детей. Ушли вот этой... От этой формулировки одинокая мама, да. Да, потому что есть и отцы, которые берут на себя бремя, воспитание. В конце концов, в жизни всякое случает. Не дай бог никому остаться из молодых отцов одному, но такое тоже есть. В том числе и в силу объективных причин. Итак, у многих категорий 50% услуг ЖКХ тоже берет на себя, соответственно, бюджет городской. Вообще, когда мы обсуждали бюджет на 2013 год, вот мы попросили и Департамент экономического развития... На 13 или на 14? На 14, прошу, оговорился. В 2013 году мы обсуждали, и нам представили довольно четкие расчеты. А во что же обходятся вот эти дотации на услуги ЖКХ? И не только в рублях, в объемах. Не буду сейчас много цифр называть. Хочу сказать, что примерно на 1 рубль, который платит за ЖКХ «Москвич», еще 1 рубль платится из бюджета города. Ну, с учетом подсчета и малоимущей семьи, и льготной категории, и страны, и так далее. Не простите, это очень серьезная поддержка. И при этом, еще раз подчеркиваю, остановить вообще попытки монополистов завысить цены на предоставляемые услуги ЖКХ. То есть вы с ними ведете интенсивные тоже переговоры наверняка, потому что их интересы, понятно, должны быть в этой рыночной экономике. Ну, в чем дело. Естественно, каждый монополист хочет как можно больше заложить. И вот он в расчет этих услуг закладывает и новое оборудование, и введение мощностей, и необходимое решение перекладки трасс и так далее. Очень внимательно смотрим вообще, а что вы на бумаге рисуете? Что реально будете делать, и почему такими методами, а не другими? То есть, поймите, это не только силовое решение. Там Собянин вызвал, сказал, все. И даже и не думайте, нет. Речь идет о внимательнейшем образом на вот комиссии, которая определяет это, региональные комиссии по рассмотрению тарифов, досконально просматривают. И вот эти меры... Рассматривали ли вы такой вопрос, или думаете, или обсуждаете, или готовитесь к этому? А это монетизация этих льгот? Или пока слишком рано об этом говорить? Потому что, ну, не может же город бесконечно долго, вот, особенно в этих условиях, неизвестно, что, как мы проживем 2014 год. Пока я слышал только самые пессимистичные прогнозы по экономике. Содержать вот всю эту армию, помогать москвичам. Я понимаю, что это необходимость, но данность и условия совершенно другие. Нужно как-то переходить, может быть, в другую плоскость и что-то прилагать москвичам совсем по-другому. Бюджет же не резиновый. Вы знаете, мы очень серьезно и в прошлом году на эту тему думали. Во-первых, отказаться от определенных малоимущим людям, сложившейся поддержки, мы просто не имеем на то права. Иначе, как вы говорите, какое мы государство социальное и какой мы столичный вообще пример будем показывать всей стране. С одной стороны. С другой стороны, мы действительно на сегодняшний взяли курс на оказание адресной помощи. Адресно поддерживать. Понимаете, не всем сестрам по серьгам, а посмотреть все-таки, помогать. Ведь помощь тоже, она не откуда-то, а из налогов москвичей прежде всего идет. Поэтому вот внедрение адресности, оценки нуждаемости семьи, оценки нуждаемости определенных людей, это приоритетное на 2014 год. Я слышал, что даже сейчас в правительство проводят специальное исследование. Например, вот пытаются выяснить, то ли количество заявленных инвалидов проживают в Москве, где они проживают, какова их судьба. Проводятся опросы, выезжаются специально по адресам и выясняется, где эти люди. Нужна ли им на самом деле помощь? Потому что, я не помню цифру, но есть часть или армия инвалидов, которые есть состоятельные люди. Им эта помощь не нужна на самом деле. То есть, я так понимаю, адресность, это значит достучаться до каждого человека, выяснить судьбу каждого человека, которому необходима эта помощь. Или не необходима. То есть, что-то нужно в этом плане делать, и вы делаете. Давайте так, вот этот термин «дойти до каждого» на самом деле это красивые слова, но до каждого это невозможно сделать. Мы эту работу в прошлом году выполнили с помощью работников служб социального обслуживания, с помощью территориального обслуживания. Михаил Иванович, давайте мы расскажите поподробнее об этом сразу после новостей на Финамофа. Это программа «Абсурды». Мы обсуждаем сегодня социальную политику в Москве, как в 2013, так и в 2014 году. И у нас сегодня в студии депутат Мосгордумы, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. Михаил Иванович, мы не закончили. Какую работу вы провели по вот этой адресной помощи среди нуждающихся в Москве? Ну, первое, я хотел бы еще раз выяснить, кто такие мы. Ну, я так понимаю, что власти Москвы. Власти Москвы. Да. Прежде всего, это исполнительная власть, но не только власти уровня города, но и местные. И прежде всего, это работники тех организаций, которые этим по долгу службы занимаются. Соцобслуживание имеется. Да, имеются работники именно службы департамента социальной защиты населения города Москвы. Вместе, кстати, с общественными организациями в ряде случаев объединения ветеранские, инвалидные, а по часу и по их заданию или по их предложениям. Что было сделано? Посетили практически всех инвалидов первой группы. То есть некая перепись произошла. Нет, не перепись. Дело в том, что у нас, слава богу, что не надо делать эту перепись. У нас на сегодняшний день в электронном виде есть полная информация. О каждом. О каждом, потому что они получают соответствующие деньги. Деньги требуют учет. Естественно. И эти все данные-то как раз есть. Есть вот на основании этих данных посетили практически каждый адрес, в котором этот человек должен быть. И посмотрели, в каком находится состояние. И сделали вывод, а в чем он нуждается. Вы знаете, есть действительно, и это очень радует, что значительная, большая даже, я бы сказал, часть вот таких людей, о которых заботятся их семьи. Которые действительно на сегодняшний день живут благодаря того, что есть тепло, уют, желание. И близкий человек. Близкий человек. Есть люди, которых, к сожалению, эти близкие люди считают, что уже отработанным материалом, если хотите, социальное одиночество многие испытывают. Значит, что дальше? Мы посмотрели, чем нуждаются. Кому-то необходимо сделать ремонт. Я не говорю, чтобы у всем стал рост сделан, но ясно, что это будет со временем решаться проблема. Кому-то нужна сиделка, у кого-то сломанный холодильник, у кого-то газовая плита на ладан дышит, у кого-то забыл, что такое телевизор. К сожалению, такие люди в Москве ездят. И вот все, по крайней мере, первоочередные такие вещи, они по инвалидам закрыты. Нам ясно, что уже сделано, и что нужно продолжать для тех, кто действительно находится в таких условиях. Перед инвалидами произошло обследование у нас всех участников Великой Отечественной войны. Эту работу будет продолжена в этом году, и планируется тоже следующая категория, которая пройти. Да, это многодетные семьи, да, это неполные семьи, семьи, которые имеют ребенка-инвалиды. Ну и, наконец, еще одна категория, вокруг которой очень много в прошлом году было всевозможных разговоров, причем и разжигания каких-то там вещей. Эта категория называется «дети войны». То есть это те люди, которые... Кто-то родился во времена войны, кто-то родился за 14 лет раньше, чем до Великой Отечественной войны. И вот была идея такая, что вот эти люди тоже обязаны в отдельную категорию льготную быть выделены. Должны установить на федеральном уровне определенные доплаты, социальный набор услуг и так далее. Эта работа проходит, но не дожидаясь, пока это должно решиться на федеральном уровне, что мы сделали? Мы посмотрели всех людей вот этого возраста, жителей Москвы. И сказал их, что более чем из миллиона двухсот... Миллион двухсот? Да. Если мне память не изменяет, ну около, по крайней мере, миллиона человек. Это огромная армия людей. Да, это огромная армия. Но из-за этой категории кто-то до сих пор продолжает работать и успешно себя чувствует. Закалка. Кто-то на сегодняшний день имеет дополнительную поддержку социальную, с учетом того, что либо он труженик тыла, либо он ветеран труда, либо он инвалид первой, второй или третьей категории. То есть уже ему есть меры, предоставляются по другим поводу. И вот вывели таких 160 тысяч, которые не имеют на сегодняшний день по Москве вот каких-то дополнительных поддержек. То есть это, грубо говоря, 10% от... Чуть меньше. Чуть меньше даже. Но принято решение на следующий год посмотреть и, не дожидаясь изменения федерального законодательства, посмотреть, в каких условиях живут, в чем нуждаются. То есть и к ним, чтобы дойти, посмотреть и предложить определенную помощь, поддержку, услуги, которые есть в городе. А что может город сегодня предложить, кроме ремонта, как вы говорите, предоставить какую-то технику? А что нужно человеку для того, чтобы, ну, выживало? По большому счету, это общение и на то, чтобы на него обратили внимание. И, пожалуй, самая главная вот эта поддержка, это возможность либо получить социального работника, который бы приходил регулярно. Ну, кому-то это приносит и продукты, с кем-то просто общается. Кому-то и за лекарствами ходят, определенную помощь и в приготовлении пищи, и просто в общении. То есть вот это первое. Второе. Кому-то нужно помочь, может быть, даже и решиться, если это одинокий человек и больной и так далее, а перейти в созданные, поверьте, с очень приличного уровня в Москве учреждения, в которых живут. Ну, в общем-то... Но это дома престарелых вы имеете? Ну, называлось это раньше так, сейчас иначе, сейчас интернатами называют. Просто да, когда в сознании нашем доме... Знаете, это боязнь людей страшная. Потому что мы прекрасно помним в советские времена, что это были за организации. На сегодняшний день это совершенно другого уровня организации. Я знаю, что даже бизнес участвует в этом плане создания такого рода учреждений. Это очень выгодный бизнес, насколько мне известно. Я бы не про бизнес, а наоборот. Я бы сказал так, что даже люди богатые пытаются создать условия для своих родителей, не в бизнес, а условия, лучше, чем то, что есть дома. И многие из... В данном случае, ну, просто-напросто... Ну, я бы назвал... Вот то, как сейчас живут, это... Люди, это примерно то, что было в домах отдыха, а мы даже в санаториях. То есть, отдельное жилье, безусловно. Возможность... Это все в одном комплексе. Естественно. Возможность медицинского ухода какого-то. Общение между собой. Понимаете, ведь самое главное общение. Но, не дай бог никому оказаться все равно в государственном учреждении, какого на золотой не было. Поэтому, может быть, еще один момент. Это помочь семьям, которые берут на себя эти моменты. И вот в прошлом году прозвучало... Сначала выросло огромное количество шуток. Это усыновление ветеранов. Усыновление детей, это понятно. Нет, а что значит усыновление ветеранов? Я не слышал таких шуток. Вот это не шутки. Не шутки, а это прозвучало. И воспринялись, что это как шутка. Речь идет о том, что вот те люди, которые бы хотели заботиться о ветеранах, и, может быть, даже по родству чужих, а на самом деле, может быть, себе близких людей. То есть вот своего рода опеку, как над ребенком, могли бы взять и тоже семьи. Друзья, знакомые. Ну, понятно. То есть вот эту вот форму заботы... Вы это обсуждали тоже на законодательном уровне? В комиссии обсуждали? Значит, на сегодняшний день... Дело в том, что на законодательном уровне у нас есть закон об опеке и попечительстве, и патронаде. И все считают, что это то, опека и попечительство, это только над детьми. Но на самом деле, возможность оформить опеку над человеком, который нуждается в этом, вроде он не совсем здоровый, может быть, пожилой или плохой. Есть такая возможность. Другое дело, что это очень серьезная вещь. И здесь прежде всего нужно, чтобы люди сами пришли к этому. Да, но и... Навязывание для принимания законов не сыграет тоже. Но здесь должен быть еще и контроль соответствующих структур государственных за вот этими людьми, которые... И за их судьбой, да, над которыми бежит такого рода опека. Чтобы не получилось это совершенно по-другому. Не просто взял опеку, а взял опеку вместе с жильем. Да, да. И в результате это жилье очень скоро превратилось. Конечно. Хотя есть соответствующие тоже законы, которые регламентируют и эти взаимоотношения. Так ведь? Ну, у нас же ведь очень специфическое общество. Если есть законы, то, значит, первое, будем искать, как их обойтись себе с выгодой. Поэтому здесь действительно защита. Кстати, вот говоря о помощи или обследовании, это один из предметов обследования. А не надо ли этих людей защитить? Вот-вот-вот, да. А сегодня вся эта структура работает? То есть есть весь механизм, который может защитить так трое рода людей? Я вот думаю, у нас слушают сейчас, радиослушатели думают, ну, сказочник. Вот рассказывают, что все хорошо. Нет, это безусловно, что... Нет, на сегодняшний день проблем выше крыши в этой области. Да, понятно. Но мы говорим о том, что... В каком направлении двигаемся? У меня тоже есть приметы, как представители комиссии приходят, что это за обследование, пришли, посмотрели, телевизор есть, холодильник есть, плита горит, что еще надо, и пошли. Галочку поставили и ушли. Но это вот на местах, это, если хотите, человеческий фактор. Речь идет совершенно о другом. О реальной возможности посмотреть условия, в которых живет человек. Если они не соответствуют столичному уровню, то власти должны прийти на помощь. Может быть, и их детей заставить заниматься совершенно иначе. Своими, родными. Может, публично даже пристыдить, иногда тоже помогает. Михаил Иванович, а сколько таких учреждений существует в Москве, о которых вы рассказали? Есть ли в них очередь, например, желающих или нет? На сегодняшний день, к сожалению, появилась очередь желающих попасть, вот если мы говорим про интернаты. А если мы говорим об учреждениях, в которых можно провести досуг ветеранский, то есть заняться, может быть, общением или изучением, даже компьютерной грамотностью или иностранного языка. Да, я знаю, открыли специальные курсы и пользуются огромной популярностью. Это в каждом районе, их 128, если мне память сейчас не изменяет, а может быть, уже и выше с учетом филиалов, это центр социального обслуживания, куда люди имеют возможность прийти, более того, для многих это является вторым домом. Многие проводят в центрах социального обслуживания значительную часть своего времени. Ну, потому что проблема жителей больших городов это одиночество, прежде всего. И поэтому для них такого рода центры это не просто отдушина, это вот, как мы с вами говорили, это общение. Причем многие из них, мы делали не один материал по этому поводу, ездили в такие центры, они прямо говорят, нас в меньшей степени интересует, что предоставляет, какие услуги предоставляет центр. Нас больше интересует именно форма общения, что мы можем здесь собраться, попить чай, поболтать. А что еще нужно человеку в таком возрасте? Ну, имеется в виду уже пенсионным. О, не надо их обижать. Нет, нет, нет. Я уверен, что многим пенсионерам нужно гораздо больше, чем молодым людям, которые отрубили пивко, газетку перед телевизором, и чтобы еще жена не мешала, с детьми не приставала. Ну, давайте мы продолжим дальше разговорную тему сразу после новостей. Итак, это программа «Абсурды». У нас сегодня в студии депутат Мосгордумы, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. Мы вот поговорили о том, как сейчас себя чувствуют люди преклонного возраста, да и не только, инвалиды в Москве, и что планируется делать, в каком направлении, по крайней мере, власти Москвы двигаются. Поговорили также о миграционной обстановке. Это была тема номер один все-таки в 2013 году. Это признают и специалисты, и власти. Но, тем не менее, также власти пытаются предпринимать упреждающие какие-то вещи для того, чтобы не повторилась ситуация, которую мы наблюдали в Бирюлево. Давайте теперь о теме, которая была актуальна весь год. И какое-то разрешение мы получили в 2013 году, в декабре, когда были приняты целый пакет законов по пенсионной реформе. Что в Москве? Понятно, что Москва — это, ну, скажем так, самый лучший регион, самый богатый регион. Субъект Федерации, по крайней мере. Говорите, говорите, я не буду перебивать о своем согласии. Да, подождите, подождите. Это я пока лью на вашу мельницу воду. А потом, все-таки, что будет в этом плане делаться? Потому что бюджет города и здесь должен предпринимать какие-то попытки, потеряв 300 миллиардов. Значит, ну, давайте по порядку. Действительно, в течение прошлого года очень серьезно обсуждалась проблема о реформировании пенсионной системы. В конце года поставили точки над «и», и, по крайней мере, сейчас можно реально говорить о том, чего же... Формула есть, которую никто не понимает. Вот мы очень много говорили про эту формулу, даже запускали там счетчики в интернете, может, посчитать, может, все, что... Я видел сам эту формулу. Честно говоря, нужно сесть и хорошо подумать. Давайте несколько принципиальных вещей, которые приняты. Ну, первое. Практически эта реформа не касается тех людей, которые на сегодняшний день на пенсии или предпенсионного возраста. То есть по этой реформе будут жить практически те люди, которые сейчас только вступают или не имеют небольшой стаж трудовой деятельности. То есть молодые люди. То есть вот принципиальная вот эта вот вещь... По годам вы не помните, да? Не 68-й случайно. Я не буду сейчас. 60. 67-й или 68-й. Ну, неважно. Даже если я помню, радиослушатели не запомнят. Речь идет вот о том, что не коснется абсолютного большинства. Но коснется в какой части? Значит, никакого повышения возраста выхода на пенсию в нашей стране в ближайшие годы не будет. Как было 55. Это очень спорный момент. Я не знаю, спорный или не спорный, но вот это принято в прошлом году. И я считаю, что очень правильно принято. Потому что те люди, которые не желают уходить на пенсию при достижении этого пенсионного возраста, они имеют право не оформлять пенсию, продолжать трудиться, но при этом у них будет повышаться размер пенсии, которую они будут получать после того, как ее оформят. Это, своего рода, создаются условия для того же повышения вот этого возраста пенсионного. То есть люди будут вынуждены работать больше для того, чтобы получать большую пенсию. Второй принципиальный вопрос, что пенсия не будет меньше, чем величина прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия не должна быть. Не помните цифры? Я помню по 14-му году. По 13-му? По 14-му даже. А, так. Значит, дело в том, что на сегодняшний день в каждом регионе считаются, прожиточный минимум пенсионеры считаются в том числе и по Российской Федерации. Значит, и вот если человек заработал себе пенсию, или насчитали пенсию ему ниже вот этого уровня, то ему просто-напросто, да, этого размера доплачивается. Ну... По России на сегодняшний день минимальная эта пенсия около 5,5 тысяч составляет. По Москве. В 13-м году она составляла 137. С 1 января этого года она составляет 8502 рубля. Ну, а для Москвы это просто ничто. Стоп. Это тот минимум, который даже если у человека пенсия заработала, значит, или не работал вообще со своей жизнью в силу каких-то причин, это определенные гарантии. Мы понимаем, что для Москвы это крайне мало. И помните, мы тоже уже несколько лет назад приняли решение устанавливать свой в Москве социальный стандарт. И минимальная вот эта пенсия, она есть. Эту... 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 Дальше нам говорили, что же вы делаете? Вы всех москвичей, как бы он ни работал, всех уравняли. Все получают по 12 тысяч. Может быть, это одна из причин, что вот этот показатель мы фактически не пересматриваем. Он выше, чем прожиточный минимум, но те люди, которые получают пенсию, и это принципиальный момент на следующий период, пенсия будет индексироваться. И индексироваться не ниже, чем инфляция. Так вот, те люди, которые у нас в свое время были установлены 12 тысяч, сейчас они получают, ну, практически не менее 13,5-14 тысяч. Это тоже не очень большие деньги. Да, это небольшие деньги. Поэтому вот будущих пенсионеров, все-таки о реформе говорим, была принята принципиальная вещь. Желаете увеличить эту пенсию, которую еще раз, начинаешь получать, и ее не отменят с 60 лет мужчины, с 55, женщины, продолжайте работать, и за каждый год практически после этого у вас соответствующие добавляются к пенсии деньги. Я сейчас не говорю, как они считаются. Подождите, пенсия все равно будет начисляться и плюс зарплата, или как? Это еще один момент. На сегодняшний день есть пенсия, и есть у нас заработная плата у тех пенсионеров, которые трудятся. сейчас получают и то, и другое. И впредь будет это самое. Никаких вот здесь тоже изменений не будет. То есть это, я считаю, что... При этом я слышал, что какие-то будут льготы для работодательства, которые будут брать пенсионера на работу. Нет? Или пока не рассматривали? Это те вещи, которые кто-то предлагает, или еще как. Это чуть-чуть другие проблемы. Потому что я все-таки хочу вернуться к пенсионной реформе. Да, да. То есть для будущих. Желаете большую пенсию получать, продолжаете работать, и она у вас будет выше. Следующий момент. Пенсия, это, ну, мы говорим, которую государство установило. Во всем мире пенсионные доходы составляют практически из трех частей. Это, да, государственные. И она, кстати, тоже небольшая. У нас еще... Это гарантированная, то есть? Это гарантированная, это вот социальная вещь. Вторая составляющая, это пенсию, которую получают за счет своих личных отложенных средств. Накопительная, да? Или нет, это другая часть. Вы имеете в виду именно личные средства? И третья, я в принципе говорю. Каждый человек имеет право... Откладывать деньги, да. Откладывать деньги и получать... Только этим занимается у нас минимум человек. Сейчас, да. Сейчас, да. Нет у нас еще этой культуры. Сейчас, к сожалению, у нас иначе менталитет исходить. И вторая, и третья составляющая, это работодатель. То есть, будем говорить, это то предприятие, на котором ты работаешь, оно тебе тоже создает дополнительную, это накопительная часть. У нас пока работает только одна часть. Вот в перспективе, вот опять же принято законодательство, позволяет накапливать вот другие две составляющие, но тем, кто сейчас вступает или уже недавно вступил в трудовую деятельность. Ну, еще говоря о пенсии, есть, на мой взгляд, принципиальный вопрос. Это то, что человек сам имеет возможность... Помните накопительная часть, о которой мы говорили? Да, да, да. Так вот, принципиальный вопрос, накапливать или нет, тоже принимает сам человек. А те, кто уже сейчас какую-то имеет накопительную базу, что их не экспроприируют, как это у нас в истории не часть была. Не пропадает то, на что на сегодняшний день... Государство не изымает эти деньги. А предложение такое было? Было заманчивых очень много предложений. Итак, по пенсиям. Принципиальных никаких изменений в действующей системе уже пенсионеров не принято. Для новых, кто будет вступать в пенсию там через 10, 15 лет, 20 лет, для них уже определены правила, о которых я говорил, которые уже, если желают, то имеют возможность задуматься. Ну, вот смотрите на меня так... Я, честно говоря, судя по опыту, скажем так, предков проживающих, могу сказать, что надежды очень мало. А потом мы эту тему поднимали в 2013 году на нашей радиостанции не один раз. И даже специалисты, которые приходили, они очень скептически относятся к тому, что происходит сейчас с пенсионной реформой. Это бесконечно неустоявшаяся система. И этим она расстраивает не только самих граждан, но и бизнес. И инвестиционный климат этого страдает. Это некая такая психологическая вещь, которая мешает нам жить на самом деле. Мы не уверены в своем будущем. То, что было в Советском Союзе, этого сейчас нет. То есть вот мои бабушка и девушка были уверены в том, что они получат достойную пенсию. Да, она будет маленькой, но они на нее смогут прожить. Потому что хлеб стоил там, по-моему, в районе чуть ли не 10-15 копеек. А сейчас это совсем другие условия. Это инфляция и так далее. Поэтому скептически мы относимся даже к этой реформе, которая сейчас... Запишите меня в число этих скептиков. Я полностью с вами согласен. Но еще больше было скептицизма, когда непонятно было, чего выберут. Там же много всяких вариантов, какие были. Причем самые радикальные. Понимаете, они... И вот это вот обсуждение неизвестно каких вариантов еще больше наводило. Ужас и страсть. Слава богу, что на сегодняшний день есть вариант, который принят, который можно дорабатывать, его можно... Главное, чтобы сильно его не меняли. Ну, но тем не менее, хоть есть что. А не просто один говорит одно, другой говорит другое. И даже из федеральных уст, высокопоставленных людей, сегодня слышу один вариант, а завтра с точностью наоборот. Михаил Иванович, ну, к сожалению, у меня к вам очень много вопросов по разным темам. Я беру с вас обещание, что вы к нам в 2014 году еще не раз придете. И мы с вами пообщаемся о том, как живут москвичи. Спасибо вам большое. Это была программа с обзором. До встречи. Я даю вам обещание, но при одном условии. Какое? Что мне дадите возможность поздравить все-таки радиослушателей с наступившим в 2014 году. Договорились. И вас тоже. Договорились. Я очень хочу, чтобы он был радостный и все-таки успешный, и чтобы надежды оправдались у всех. Спасибо. Это был Михаил Антонцев, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям. До встречи.